Сегодня мы займемся уже ближе, как говорится, к реальности. Так, я в основном рассказывал вам такую, ну, теорию, как подходить к явлению. А сегодня мы уже конкретно рассмотрим некоторые довольно часто встречающиеся на эксперименте вещи. То есть мы рассмотрим сегодня электрон-колебательные переходы. То есть это наиболее часто встречающиеся переходы, ну, вообще в молекулярной физике, и в фотохимии, и везде. Значит, представьте, я, естественно, не могу рисовать много подобных систем. Я могу нарисовать только одномерную картинку, ну, или максимум двумерную. Вот, значит, вот представьте себе, что вот у вас есть начальное состояние системы. Вот его термин. О том, что такое термин, мы уже с вами говорили. Вот его термин, вот эта электронная энергия, вот, допустим, колебать не угодно. Теперь смотрите, мы говорили, что вот этот терм определяется, этот терм определяется не только эпсилон и ню, то есть энергией электрона и квантовым числом электронного состояния. Правильно? Если у вас меняется квантовое число и соответственно энергия электронная, то, скорее всего, этот термин не может быть расположен в точности так же, как этот. Как правило, я рисую, вот здесь вот, у меня будет энергетическая шкала, здесь, значит, е, а здесь у меня, так, условная координата термин. Так вот, другой термин будет, очевидно, вот такой вот. Это я рисую, вот, то есть, как правило, термы характеризуются чем? Во-первых, положением равновесия на координате r, правильно? А вот здесь положение равновесия другое, правильно? Это r ню, а это, пускай, будет ню. А это r ню. Ну и энергия, естественно, разная. Теперь мы договоримся, с вами и все время так будущее, да? Когда мы записываем, раз мы уже теперь учитываем колебательную энергию, то мы договоримся, что мы полную энергию, е, будем записывать, как вот эту вот энергию, вот эту вот считает, будем считать электронная энергия, эксилон, там, или е, мю, там, или ню, там, или ню, но неважно, е, мю, это будет эксилон, ню, плюс, вообще говоря, сумма по всем колебательным модам, по всем колебательным модам, S, H, омега, на N, S, плюс 1,2, правильно? То есть, что это значит? Вот это вот, знаете, вот я полную энергию рисую в этом состоянии ню. Ну, допустим, вот такая. Это значит, что у меня есть эпсилон, ню, вот эпсилон, ню, там, или ню, неважно, и сумма всех колебательных мер, сумма по всем модам, понятно, да? Ну, и точно так же для всех остальных электронных состояний. То есть, ну, теперь, представим себе, что мы смотрим переход между этими состояниями. Ну, допустим, оптический переход. Мы включаем поле E, поле T, это будет E на косинус омега T, так? Ну, и, естественно, мы знаем, что E, это, вообще говоря, случайная функция времени, правильно? Теперь смотрим. Вот эта вот разница, вот эта вот разница. Это будет у нас разница омега 0, так? То есть, это разница между электронными состояниями, то есть, между минимумами термов. Ми-ни-му-ма-ни-термов, так? Тогда, вот это мы знаем, что, вообще говоря, переход происходит, если омега достаточно близка к омеге 0, правильно? Ну, мы знаем, что ширина линии, ну, не бывает какой-то сверх большой, правильно? Ну, она, допустим, мы представим себе, что ширина линии, допустим, ну, при достаточно сильном, случайном поле, ну, допустим, десятки обратных сантиметров. Понимаете, да? Ну, то есть, вот, спектральная ширина вашего возбуждающего света, несколько десятков обратных сантиметров, ну, переведите в частоты, вы сможете это сделать, так? Понятно, да? Ну, вот эти вот частоты колебательные, они, вообще говоря, разные. Ну, представим себе, что характерная частота, это, ну, допустим, ну, тысяча обратных сантиметров. То есть, это где-то в районе одной десятой электрон-больта, правильно? Восемь тысяч обратных сантиметров – это один электрон-больт. Когда ясно, что у нас будет переход, вот, допустим, омега, вот такое. Вот я рисую, вот омега больше, чем омега-ноль. Тогда, если мы находимся в начальном состоянии вот здесь вот, то реальный переход будет у вас, вот, если вот, вот здесь вот. Значит, у нас реальный переход должен быть вот на вот это вот состояние, правильно? И эти номера состояний, правильно? Эти состояния разные, колебательные. Представьте себе, что эти термы были строго подобны, и строго подобные частоты у них одинаковые. Тогда матрищный элемент, какой был бы у нас? Вот давайте мы рисуем. У нас волновая функция, полная волновая функция, эпсилум, допустим, ню, или ню, это неважно. Вот, вот электронных координат будем писать, электронных координат, и вот ядерных координат, ядерную координат мы назовем кси. Это будет, что такое? Это будет электронная волновая функция, пси-е, вот, эр, ну, е, ню, ню, допустим, ню или мю, ну, ню, мю, там, неважно. Вот, эр, я рисую эстационарную, пишу эстационарную, эстационарную, эстационарную. И вообще говоря, произведение по всем эс, по всем нодам, хи, я хи, я пишу хи-ню, сейчас объясню, почему хи-ню, хи-ню, вот, соответственного, хи-ню-эс, вот, кси-эс. Правильно? Вот полная волновая функция системы. Правильно? Ню обозначает, что это относится к электронному состоянию ню, ну, или, допустим, я не буду тут писать два индекса, к электронному состоянию ню. А что значит, что отношение к электронному состоянию ню? Это значит, что если я рисую вот эти вот, пишу модуль, то у меня, вообще говоря, колебательная координата кси отсчитывается от положения равновесия в соответствующем термине. Правильно? Следовательно, если я пишу теперь кси-ню, вот, r, тоже кси, это будет, значит, если бы я здесь буду считать, что в ню, у меня положение равновесия, ну, будем его считать нулевым. Ну, какой-то, вот мы возьмем положение равновесия по всем координатам колебательных, ведь термин это многомерная вещь, будем считать, что это начало всех координат, понятно, да? Вот в этом состоянии ню. Тогда в ню это будет си-е, ню-тэ теперь, вот, r. Ну, когда я пишу r, я, естественно, подразумеваю много электронную систему, много координат электронов. А здесь будет ясно совершенно, что число мод будет одно и то же, правильно? Если у нас не изменилось число ядер в системе, то количество мод будет одно и то же, правильно? Понятно это почему, да? Здесь будет, значит, с, хи, теперь уже будет мю, с, а здесь будет с, ну, допустим, плюс дельта с. Потому что у вас будет смещение положения равновесия, правильно? По идее и частоты будут другими, правильно? Потому что один терм, допустим, вот такой вот, одна парабола внизу, а у другого терма эта парабола может быть другой, правильно? Значит, и частоты могут быть другие, и положения равновесия разные. И как мы расписываем матричный элемент перехода вот этого, это, в этой системе, вот от этого возмущения? Ну, матричный элемент перехода это будет что такое? Пси ню, вот r, Пси, правильно? Дальше, здесь будет, ну, я пишу, это воздействующее поле, а оператор взаимодействия это будет E на D, а D это оператор чего? Дипольного момента электронной системы, правильно? В основном, потому что, ну, по идее, если бы мы смотрели в одном и том же электронном состоянии переходы между колебательными уровнями, ну, допустим, в инфракрасном спектре, понимаете, да? Тогда бы у нас ходил дипольный момент перехода между ядерными состояний, правильно? И он, естественно, ну, смотрите, дипольный момент перехода между ядерными состояниями и между электронными, они существенно отличаются по величине. потому что амплитуда колебаний ядер существенно меньше, чем, ну, другая, амплитуда колебаний, ну, чем характерные расстояния, на котором меняется электронная волновая рамплитуда. Понимаете, да? А дипольный момент это произведение заряда на расстоянии, правильно? Дипольный момент ядерный всегда существенно меньше. То есть, ну, не дипольный момент, а матричный элемент оператора дипольного момента. Сам дипольный момент это оператор, он не может быть ни большим, ни маленьким. а когда вы берете матричный элемент между ядерным и состоянием, то этот матричный элемент будет существенно меньше для ядера. Мы сейчас рассматриваем электронные переходы, поэтому дипольный момент электронный. Я напишу индекс Е, а здесь будет Пси ню Эр Пси С, ну, Пси, ну, а здесь Пси, а здесь будет у нас какой-нибудь Пси плюс Дельта. Я напишу индекс, индекс я напишу, если я вам мой функцию писал. Правильно? Теперь фактически это будет поскольку Пси Е, мы работаем в приближении Борна-Аппенгеймера, то есть в диаметическом приближении, значит, пишем Пси Е ню Р Е Д Пси Е ню Я не пишу раз вот так вот я пишу значит одна у нас волновая функция там с этой стороны действительная, с этой стороны комплекция сопряженная, но мы рассматриваем переходы в дискретном электронном спектре, правильно? То есть для связанных состояния электронов волновая функция обязательно действительная, это вы знаете, правильно? поэтому я и не пишу здесь комплекционные сопряжения. А здесь у меня будет что такое? А здесь будет произведение по С, а здесь будет Хи, Ню, С, А здесь будет Хи, Ню, С, Хи, С, Хи, Ню, Ну, тут еще конечно надо было бы вот здесь я напишу Н, С, правильно? И здесь вообще Н, С, потому что волновая функция зависит от уровня колебательного в колебательной моде, правильно? То есть если вы возьмете одну колебательную моду, это осциллятор, и волновая функция естественно меняется с номером состояния осциллятора, правильно? здесь будет Н, С, вот, а здесь будет ну какой-то Н штрих, С, по идее это может быть другое состояние в этом осцилляторе, вот Кси плюс Дельта, Дельта, С, Рын, значит вот этот матрища линян, вот этот дипольный момент перехода, тут, как говорится, все окей, окей, посмотрим сюда, представьте себе, что у нас вот эта Дельта так мало, что им нужно пренебречь, то есть термин, но просто друг над дружкой расположен, и они одинаковые, тогда ясно совершенно, что если Н, С не равно Н, штрих, у вас здесь будет ноль в силу ортогональности волновых функций, колебательных, правильно? То есть, тогда бы у вас был бы переход только такой, из состояния, из какого-то, из этого состояния, в точности такой же, правильно? И тогда у вас было бы так, что если Омега существенно отличается от Омега-0, у вас переходов не было бы, правильно? Потому что если у нас в уровне здесь одни и те же, то расстояние между ними в точности равно Омега-0, правильно? Понимаете, да? Понимаете или нет? Ну я здесь что-то прибавил, здесь прибавил то же самое. Вот. Следовательно, много переходы с частотой отличной от электронной от Омега-0 возможны только если у нас есть сдвиг в положении равновесия. Понимаете, да? Только если сдвиг... Я, конечно, в принципе меняется и частота, но, как правило, изменение частоты существенно меньше, его нужно учитывать, если вы считаете точно, но оно, как правило, относительно меньше дает вклад в матричный элемент, чем изменение положения равновесия. Мы сейчас будем говорить только о изменении положения равновесия. хотя, по идее, если частота сильно меняется, но представьте себе, у вас нижний терм был вот такой, верхний вот такой, и даже если они положение равновесия абсолютно одно и то же, тогда вот эти волновые функции абсолютно разные, они относятся к разным колебаниям, они относятся к разным колебаниям, правильно? и тогда они, естественно, не будут ортогональны, даже если номера уровней будут одни и те же. Понимаете, да? Но мы такой случай сейчас не будем рассматривать, ну, просто потому, что он почти никогда не встречается, реже встречается. Вот. Следовательно, во-первых, первое условие того, что, во-первых, только значит электронно-колебательные переходы при различных возбуждающих частотах электромагнитного поля возможны только если есть смещение положения равновесия второго. Это первое. Второе. Я не случайно писал здесь произведение по многим модам. Это значит, что в действительности у вас возможны всевозможные переходы, то есть, грубо говоря, у вас могут меняться квантовые числа во многих колебательных модах. Правильно? Это значит, что если начальная энергия у вас будет ну, эпсилон ню плюс сумма по всем модам, ну, я уже ее писал, ну, вон, написано, H омега с на нс, ну, я буду писать нс ню, так? Ну, потому что это относится к индексу, то конечная энергия равняется эпсилон с, ну, если я смотрю переход снизу вверх, плюс H омега, частота возбуждающего поля, ну, естественно, равенство с точностью до ширины линии, понимаете меня, да? Ну, то есть, действительно, это так вот, я должен был написать, приближенное равенство, плюс H омега и плюс сумма по всем S, H омега S, n S мю. Тут эпсилон я написал S, а вы меня не поправили, эпсилон не му. Нет, неправильно, конечно. Вот у нас равенство конечной начальной энергии и, естественно, разница между ними должна равняться ему, правильно? Плюс H омега, вот это равняется конечной энергии, правильно? Теперь уже будет. Теперь смотрите, я вот это равенство, то есть разницу энергии, которая, та энергия, которая переходит в колебательное состояние, это будет что такое? Дельта вибрационный, это будет что такое? H омега минус H омега ноль, правильно? Это та энергия, которая переходит в колебательное состояние. И вот эту колебательную энергию я могу совершенно разным способом получить. Я могу менять, вот это состояние, допустим, меняет, НС отлично от НС, Н1 отлично, допустим, на единицу больше, другое на единицу меньше, третий на то же самое, то есть я различными комбинациями колебательных, начальных и конечных колебательных чисел, правильно? Могу получить одно и то же изменение энергии. И все эти, грубо говоря, я могу задавать, начальные состояния менять, какие-то задаются, как правило, начальные состояния задаются чем? Условием статистического равновесия, правильно? То есть мы можем сказать, что среднее НС это Н, вот среднее НС, ну, если я по ансамблу, правильно? Это будет, вообще говоря, Н среднего С. То есть это будет какая, вы знаете, форма? Единица делить на что? На е в степени H Омега С, правильно? На КТ минус единица, правильно? Это для колебать, для формула для распределения заселенности состояния, правильно? H Омега С на НС, правильно? Вот. То конечные состояния могут быть какими угодно. Лишь бы только удовлетворялось вот этому травнице. Значит, в действительности электронно-колебательный переход в такой вот системе, многофонон, многоколебательной системе, возможен при различном распределении конечных колебательных состояний, и нужно найти формулу, нужно найти это выражение, понимаете? То есть, в действительности тогда от того, как я устраиваю вот это распределение конечных Н, у меня будет очевидно зависеть вот этот матричный элемент, правильно? Правильно? Будет зависеть вот этот матричный элемент, а следовательно будет зависеть вероятность перехода. поскольку вероятность перехода это квадрат вот этого матричного элемента, ну пропорциональный квадрат этого матричного элемента. Понимаете меня, да? Теперь, понятно, да? Значит, надо, представьте себе, представим себе, что у нас главная какая-то одна колебательная нода, два, правильно? Тогда ну тогда вот этого Дельта В, это было просто изменение колебательной энергии в этой моде, правильно? Тогда у нас был бы матричный элемент, здесь не было бы произведения, а была бы только одна мод, правильно? Этот матричный элемент легко вычислить, ну, достаточно легко, потому что нам известны волновые функции колебательной модели, начальный и конечный, правильно? Но со сдвигом положения равновесия. Этот матричный элемент, вообще говоря, можно вычислить точек, и получается точная функция. Я сейчас ее не буду выписывать, но просто надо открыть учебник Ландау, выписать оттуда волновые функции, квантовый механик Ландау, выписать волновые функции, а потом открыть Рыжики Грандштейна с всякими, вы знаете, что такое Рыжики Грандштейна? Ну, ладно, хорошо, эта книга, огромный справочник, в котором записаны все берущиеся интегралы, абсолютно все интегралы, которые берутся, спецфункции, все там, вот справочник по интегралам, по рядам, по всему, ну, по идее, если это надо, вот это тоже как Рыжики есть в интернете, то есть набираете в интернете как Рыжики и у вас выходит вот так много, тысячестраничный тон, и вы ищите там то, что вам то есть по идее этот этот матрищермет вы для одного осциллятора можете вполне рассчитать и получить ответ. Но, как правило, такой выделенной моды не бывает. И нужно научиться высчитывать это с многими модами. Вот первое, то, что многофанонный переход может быть возможным, но фанонный, когда я говорю фанонный, это много колебательный. терминология впервые эта вся идея была применена для переходов в кристаллических электронных центрах. Знаете, что такое Эрцентр? Знаете, нет? Ну, это в щелочном кристалле, в щелочно-голоденом кристалле, если вакансия, анионная вакансия, если случайно в кристаллическом решетке вытащите, допустим, натрия-флора, вытащите хлор. Тогда это будет анионная вакансия. На анионе сидит отрицательный заряд, правильно? Поэтому на этой анионной вакансии должен собираться лишний электрон. Эта анионная вакансия является ловушкой для электронов. Там сидит лишний электрон, и в нем уровни возбуждения примерно в видимом спектре. Это называется F-центр, их очень давно исследуют. И вот когда вы смотрите колебательную структуру зависимости от частоты, то есть вы смотрите форму линии оптического возбуждения, ведь форма линии это значит зависимость вероятности перехода от энергии, правильно? От разницы вот этой, от омега минус омега на ноль, правильно? Когда вы смотрите эту форму линии, то она формируется огромным количеством колебаний, то есть всеми колебаниями кристалла, правильно? И вот это впервые, значит первое многофанонный матричный элемент переход возможен только если у вас есть двиг положения равновесия, и это впервые, вот для нас сейчас это почти очевидная истина, ну впервые вообще говоря идею об этом высказал Френкель еще в 33-м боюсь ошибиться, 33-м или 32-м году Яков Ильич Френкель он вообще Яков Ильич Френкель был выдающимся физиком-теоретиком причем не техником не то что он умел точно рассчитать возможное он был идейным физиком-теоретиком он умел придумывать новые выдвигать новые физические идеи он был этим очень богат и когда-то Ландау говорил о нем но они были в общем-то ровесниками почти ровесниками я был еще чуть-чуть старше был вот и он говорил ну куда ни сунешься везде Френкель наследил то есть он во всех почти во многих отраслях особенно физики твердого тела в молекулярной физике высказал очень важные существенные идеи ну такие как экситон это слово придумано и Френкелем и идея экситона придумана им многофономные переходы многофономные когда я вот так рассказываю это почти очевидно но тогда это было не совсем очевидно ну и так далее а осуществил это на практике когда это понадобилось это впервые было сделано в работе замечательного киевского физика Пекара и одновременно и независимо сделал еще физик Хуан вот такой известный тоже физик сотрудник Борна в свое время Хуан и его аспирантка Рис это формула называется формула Пекара Хуана Рис это был 50-й год и вот с 50-го года начинает очень сильно и эффективно развиваться теория многоколебательных переходов она оказывается важна во многих отраслях не только в оптике но и в других областях физики значит представим себе теперь что у нас представим себе что у нас допустим либо такой вот типа F-центр то есть колебательный то есть электронный переход в таком локализованном электронном состоянии в кристалле либо мы имеем дело с большой молекулой как правило только такие большие ну понимаете электронный переходы молекулы водорода как правило не так очень интересны или там молекулы двухатомные молекулы хотя они тоже очень важны если вы смотрим физику если вы смотрим оптику и физику атмосферы вот если вы рассматриваете большую молекулу или допустим кристалл то в молекуле вообще говорят вот когда у вас смещается происходит изменение электронного состояния то вообще смещаются координаты всех ядер правильно но ясно совершенно что смещаются они очень ненамного то есть в действительности чем больше ядер в системе в которой происходит переход тем меньше величина смещения отдельного ядра правильно они очень маленькие но зато число фанонов большое поэтому вроде как ну в каждом из-за маленького смещения у вас нельзя 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 в каждом в каждой моде делать очень большие переходы мы сейчас увидим но в действительности потому что матричный элемент это будет вот это смещение в степени разницы колебательных уровней понимаете да поэтому грубо говоря тем меньше смещения тем меньше вероятность очень большого изменения колебательных уровней но зато таких колебательных таких колебательных систем очень много и поэтому вы все равно большую энергию можете распределить по всем вот этим вот нодам теперь представим себе кристалл допустим вот у нас представьте себе кристалл вот вот здесь вместо вот этого тут вот есть локализованное некое электронное состояние и естественно этот центр как-то взаимодействует с этими ядрами правильно теперь то есть есть какая-то потенциальная энергия взаимодействия этого центра с этими ядрами которая зависит естественно это энергия взаимодействия от того как в каком электронном состоянии находится вот эта вот система правильно теперь у вас меняется электронное состояние системы меняется связь этого центра с этими ядрами правильно ну ясно совершенно что больше всего ну это легко понять что ведь вот это вот взаимодействие это достаточно быстро падающие взаимодействия с расстоянием от центра правильно поэтому далекие ядра вообще не почувствуют изменению этого состояния правильно а почувствуют только ближайшие ядра то есть мы можем сказать что у нас вот эти вот только ядра вот в этих ядрах при изменении электронного состояния будет некоторое дельта было их положение начальное состояние в начале было R0 правильно а при перемене электронного состояния у них будет R0 плюс дельта R плюс дельта R но только для ближайших ядер правильно все остальные то есть число ядер у которых существенно сдвинется положение равновесия это очень небольшое число теперь спрашивается как записывается теперь отклоняйте теперь грубо говоря как записывается что такое фонон это колебательное состояние всего кристалла как записывается допустим волновая функция ну хи колебательная волновая функция фонона это будет что такое это будет сумма по всем ядрам по всем N E в степени I K это фактически будет I это значит и определяться этим будет частота фонона E в степени I K R N по всем N E в степени I K R N на вот это будет а здесь будет в действительности ну это я хочу больше сказать ну хорошо это будет вот если я хочу это не волновая функция давайте так я напишу если меня интересует координата колебания координата ну как у нас координата а кси да кси фоном кси K то это будет E в степени H R на кси N минус кси кси минус кси N квадрате это отклонение квадрат и здесь будет единица на корень Z это значит грубо говоря вот без всякого квадрата вот это вот координата отдельного колебания правильно отклонение от положения равновесия отдельного колебания понимаете да координата фанона это вот такая сумма по всем отклонениям всех яд понимаете да так определяется колебательное вы вам еще это не рассказывали нет на самом деле было было вот так определяется координата колебания всего крестала колебания фанола спрашивается теперь смотрим что у нас случилось когда изменилось электронное состояние изменились положения равновесия вот эти вместо кси N в нескольких N в нескольких ядрах у вас будет дельта кси N правильно это если изменяется положение изменяется электронное состояние правильно и это будет всего в небольшом числе ядер дельта кси N спадает с N очень быстро то есть в действительности дельта кси катая пропорционально единица на корень из N дельта кси N понимаете только вот вот этому дельта кси вот есть отклонение от положения равновесия какого-то ядра правильно и дельта кси катая пропорциональная единица на корень из N то есть в каждом фаноне отклонение от положения изменения положения равновесия будет очень маленькая единица на корень из N где N это число ядер кристалля понимаете да теперь вот если это так то тогда что у нас будет тогда у нас какие возможны тогда можно вот что сказать что у нас будут только такие переходы я пишу так в какой-то моде в какой-то фанонной моде в какой-то колебательной моде у нас будет N S это вначале я пишу это начальное N и T так конечное точно такое же N F T вот если я пишу N и T а здесь будет N F T если они одинаковые то это будет вот что такое 1 минус вот такая величина вот это мы так назвали дельтой минус дельта в квадрате вот это маленькое отклонение изменение положения равновесия минус дельта в квадрате на вот минус дельта в квадрате пополам на N вот это N оно же одинаковое на N плюс одна вторая понятно дальше это S 3 модер это значит будет дельта S может быть еще такое N и T S на N плюс один вот это будет F T N F T правильно на N плюс один тоже S это будет корень из N плюс один пополам на дельта и наоборот N S и N и T на N минус один то есть это с увеличением кванта на единицу правильно это будет минус корень из N S на 2 и на дельта это дельта пропорциональная единица на корень из очень маленькое число все остальные переходы с изменением на 2 на 3 это будут величины которые пропорциональны если 1 на корень из N это будет 1 на корень из N в квадрате и так далее понимаете теперь смотрите мы берем мы возводим во первых эти все матричные элементы будут возводиться в квадрат правильно и суммироваться по всем квантным числам сколько у нас слагаемых в сумме N правильно а каждая слагаемая будет единица на N вот если вот эта слагаемая правильно это вообще будет просто единица она вообще не входит в произведение это будет просто единица у нас будет единица на N сумма по N слагаемым где каждая слагаемая порядка единица на N мы получаем конечное число Если каждое слагаемое будет единицей на n в квадрате или единицей на n в кубе, понимаете, да? То тогда сумма дает нам 0. Поэтому в наших матричных элементах мы учитываем только вот такие переходы с изменениями на единицу или просто диагональные матричные элементы. И существует, оказывается, сначала Пекар и Хуан Ирис странно. Такое впечатление у них вышло, ну там у Пекара на 2 месяца раньше, чем у Хуана Ирис, но они персали совершенно в разных журналах, совершенно независимо. Обозначения, конечно, разные, но методика расчета этого абсолютно одинаковая. Это правильный такой разумный прямой перебор всех возможных состояний. Потом появилось огромное количество, ну я, по крайней мере, знаю методы 4, вывода, достаточно интересные выводы формы, которые я сейчас напишу. Но надо сказать, что, чтобы не сделать, формула получается, естественно, одна и та же. Формула получается одна и та же, но, как вам сказать, но она сложная, значит, сейчас. Я ее, естественно, изусть не помню, я ее сейчас напишу. Значит, у нас тогда вероятность перехода будет равна, как всегда, 2П делить на H, правильно? Дальше. Здесь квадратно-матричный элемент, я так напишу, D, матричный элемент электронный, в квадрате, правильно? Ну, здесь я должен, естественно, написать про, если у нас уровни сильно различаются, я должен написать плотный состояние. Я специально выписываю эту плотность состояния, рого-тексилом. А здесь будет, это матричный элемент перехода. А здесь будет вот такая вот вещь. Ну, я ее напишу, допустим, И большое, И от Н, И-того, Н-Эф-того, и от температуры. Вот это их, это квадрат ядерного матричного элемента, в котором учитывается вот разница частот электронного и возбуждения, ну, света и электронной энергии, понимаете? Все вот это учитывается. Вот какая, теперь, формулу точную, которую я сейчас напишу, можно получить, если все, если все частоты одинаковые. Представьте себе, это не такой уже редкий случай, потому что вот как раз, когда началось это все дело у Пекера, началось с того, что он рассматривал именно Эф-центр. С чем больше всего взаимодействует заряд, ведь это же изменение состояния заряда, электрон, с чем больше всего взаимодействует электрон в кристалле? Естественно, с оптическими фононами. Вы знаете разницу между оптическими фононами и оптическими? Не равна? Нет. Не равна, конечно, главная разница не в этом. Акустический фонон это если у вас вы смотрите колебания всей кристаллической, всей ячейки. То есть это смещение ячейки кристаллической друг относительно друга. Понимаете? То есть это относительное смещение ячейки. А в ячейке, если это сложный кристалл, находится несколько атомов. Допустим, в натрии и хлоре. В ячейке натрий и хлор. То есть в оптическом фононе вы смотрите смещение ячейки как целого, по отношению друг к другу, то есть бежит колебание, относительное колебание ячейок. А в ячейке натрий и хлор и сумма заряда в ячейке какая? Ноль. Понимаете? Поэтому, когда вы смотрите акустические колебания, у вас полный заряд ноль, и поэтому заряд электронный, который там есть, вот этот, с этим зарядом слабо взаимодействует. И акустические колебания в нюк дипольный момент перехода равен нулю. Потому что нету заряда. Понимаете, да? А оптические колебания это колебания внутри ячеечные, которые передаются от ячейки к ячейке. Понимаете, да? То есть бежит волна вот таких смещений натрий-хлор. Понимаете, да? А это уже колебания, в котором есть дипольный момент. То есть есть дипольный момент и поэтому электронное изменение электронного состояния в первую очередь почувствует именно вот эти оптические фононы. Они не случайно называются оптическими. По частоте они, конечно, больше. Вот если нарисовать спектр колебаний фоноров, вот здесь значит будет у нас К, а здесь Омега. Вот что такое акустическое колебание. Правильно? А потом загибается, ну вы знаете, что загибается частота длина волны акустического фонона, да и оптического тоже. Она не может быть, длина волны фонона, не может быть меньше, чем расстояние между ячейками. Правильно? Это значит здесь будет пи на д. Ну, понимаете, да? Ну, потому что положительное и отрицательное. Ну вот так. Вот здесь загибается. это вот, как говорит, гбайская, вот это вот гбайская граница фонона. То есть частота сильно меняется. А вот в оптическая частота это существенно выше и она примерно вот так идет сверху. То есть меняется. Но изменение частоты оптического фонона по сравнению с полной частотой очень небольшое. Ну, допустим, полная частота это, допустим, ну, ну, допустим, две десятых электронов вольта. Ну, в частотах это где-то в районе 10, в 13, понимаете? А изменение частоты, ну, где-нибудь там одна десятая, то есть сотые электронов вольта. То есть для оптических фононов можно считать, что все частоты одинаковые. Понимаете, да? Вот. И тогда вот это вот 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 эта вот формула, вот эта вот величина И при частоте фонона в одной и той же. Это значит, что мы, что энергию, понимаете, раз частота везде одна и та же, то значит в нашем переходе должны быть кванты омега. Понимаете, да? Где? кванты х омега. Поэтому есть ли разница между частотой возбуждающего света и омега ноль будет не целое число омега, оно, допустим, пять с половиной х омега. Понимаете, да? То посередине у вас будет сильный провал. То есть, ну, понимаете, потому что невозможно эту энергию передать. У вас квант энергии, которую вы можете только передать. Понимаете, да? Поэтому вот это вот то, что я сейчас напишу, это будет функция такая, зависящая от номера от чего. Она будет зависеть, то есть дельта, вот эта дельта В, она может быть какая? h омега колебания. умножить на какое-то число n, где n это 1, 2, 3 и так далее. Понимаете, да? Или минус 1, минус 2, минус 3. Потому что вы можете, энергия может изменяться, как увеличиваться энергия в колебаниях, так и уменьшиться. Правильно? Так вот, вот как выглядит эта функция. И от вот этого вот самого дельта или от n все равно, что от n дельта, которое равно h омега умножить на изменение m. И от температуры это будет вот такая вот величина. Экспонент, Так, не уместится. Экспонент, а? Вот вот такой вот величины. Сейчас я напишу. ER сейчас, сейчас будет делить на ашеметр. кэр, вы знаете, что такое гиперболический катангенс. Это гиперболический косинус делить на гиперболический си. Гиперболический катангенс. куча положительных экспонентов. А? Куча положительных экспонентов. Да, да, да. h омега на 2 кт плюс вот это вот ну n ну вот это вот n у нас будет вот эти изменения. Плюс n на h омега на кт экспоненты закрывается умножить. Вот такую функцию аа неудобно извините меня вот так вот я напишу вот это и потому что вот эту функцию это на обозначение я не могу менять это бестеревая функция отменного аргумента. Слышали про такое? Вы знаете что такое бестеревая функция? Да, было где-то. Было где-то и это ну грубо говоря я не могу бестеревая функция это так называемая спецфункция которая точно так же определена как синус. Понимаете? По той простой причине что она затабулирована есть для нее выражение в виде ряда вы знаете что такое ряд надеюсь вот есть для нее выражение в виде ряда есть выражение в виде интеграла и она просто затабулирована вы можете ее вычислить с любой степенью точности поэтому видеть синус если я вам скажу чему равен синус 56 градусов вы же в общем-то не знаете откройте таблицы и возьмете разложение синуса в ряд и вычислить с любой степенью точно так же функция она такая же хорошая функция как синус как косинус как что угодно и вот этой вот величины е р делить на 2 ашамега вот здесь хорошо вымножить на единицу на синус гипербонический ашамега на 2кт и эта функция получается при расчете вот множество значит эта функция значит где тут от чего она зависит только от n правильно и еще если речена е р ведь где-то еще должно быть дельта который мы ввели правильно вот это е исключительно и вот это как раз характеристика куда входит дельта вот это е е чрезвычайно важная величина это е е запишите е е это энергия реорганизации системы и она равна энергия реорганизации по всем модулах равняется 1 2 сумма по всем модам по всем модам h омега ну я напишу так h омега s как будто они две разные сейчас объясню почему я так пишу в данном случае это будет просто h омега на вот эту дельта с квадрате вот это есть энергия реорганизации системы и я сейчас вам покажу почему она так называется вот что вот это вот такое ведь это действительно существует если бы у меня был асцелятор вот один асцелятор вот второй асцелятор положение которого смещено вот так тогда смотрите если вот как записывается энергия этого асцелятора она записывается именно так же е равняется одна вторая h омега на вот это вот ну как называется ну как ну на си квадрате так записывается вот это вот потенциальная энергия этого самого асцелятора если я введу дельта с это значит энергия реорганизации это энергия начального асцелятора в положении равновесия конечного опять же дельта с правильно значит энергия реорганизации это энергия начального осциллятора в положении равновесия конечного или наоборот, энергия конечного осциллятора в положении равновесия начального, потому что частоты у нас считаются одинаковыми. Правильно? Вот это энергия реорганизации системы. Для нашего случая это будет, ну, аж онега должно быть вынесено за знак суммы, это будет просто сумма квадратов всех смещений. И как выглядит вот эта функция? Вот эта И, которую я здесь нарисовал, она зависит от чего? Ну, при данном ЕР она зависит от Н, от изменения энергии в системе колебателей. Либо Н может быть положительным, либо отрицательным. Правильно? Вот она как выглядит. Вот если я нарисую, значит, здесь. здесь у меня будет, ну, функция И, а здесь отклонение, вот здесь Н, здесь 0, здесь Н какое-то, ну, понимаете, да? Так вот она, вот как будет выглядеть. Немножко асимметричная колоколообразная кривая. Ну, я беру, ее рисую при достаточно высоких температурах. Вот эта вся кривая выглядит вот так вот. Но у меня же Н дискретные, то есть по реальности, вот так вот. Ну, понимаете, да? Вот такие вот, это, как это называется, огибающие по таким вот стержень, по стерженькам, правильно? Поскольку это входит у нас в вероятность перехода, то в действительности каждый стержень, каждый стержень, это размыто, если частоты достаточно большие, размыто на что? На ширину линии электронного перехода. Вот на ту самую ширину, которую мы разбирались с вами на первых двух лекциях. Понимаете, да? И это вот огибающие будет. Но, вот это исключительно важная вещь. Для системы, где частоты фононов разные, мы, конечно, уже не можем, мы не можем получить аналитическую форму. Но, посчитать можно численно, и оказывается, что кривая выглядит абсолютно вот так вот, но она сплошная. Понимаете, да? Что значит сплошная? Почему она сплошная? Потому что, если у частот есть спектр, то всевозможные и эти частоты не относятся друг к дружке. Как простые, как числа там 1, 2, 3, 4. Понимаете? То тогда у вас будут при любых комбинациях, у вас же может быть там, миллион осцилляторов сделали с единицей плюс, другой миллион с другими частотами с единицей минус. Понимаете? Разница будет, все равно там, там несколько всего колебаний. Но изменяя набор фононов, в которых изменяется числа заселенностей, вы получаете, вы можете получить любую энергию. Ну, наверное, почти любую, наверное, суть. Я, наверное, никто не отменял. Все это число конечное. Так. Громко говоря, так, экспериментально любую. С учетом еще, но с учетом вот этой ширины линии, то есть вы получаете истинную форму линии перехода. То есть как зависит вероятность оптического перехода от разницы частот. Вы видите, что есть наиболее, ну, наиболее, максимальная разница энергии, максимальная разница в частоте возбуждающего света и разницы электронных энергий, при которых происходит, при которых максимум вероятности перехода. Понимаете, да? Вот так вот выглядит любой многофононный переход. В молекуле, в которой у вас, ну, грубо говоря, так, 10, это много, вот, можно так сказать, это как у кошки. Известно, что кошка умеет считать до трех. У нее, когда это определилось, потому, видит ли она, что у нее забирает котенка. Когда одного, когда у нее четверо котят, и когда забирает одного, она абсолютно не замечает и не беспокоится ничего. Вот когда забирает третьего, вот тогда начинает волноваться искать. То есть она, у нее после трех бесконечности. Вот в молекуле, грубо говоря, если число более-менее эффективных колебаний больше 10, считайте, что это бесконечность. Вы получите железную, сплошную, такую сплошную гривую, ну, эффективных колебаний. Вы получите их так, как будто бы вы работаете в кристалле. Больше 10? Да, примерно, как если больше 10, вполне можно считать, что у вас, ну, вот, допустим, нельзя, допустим, если у вас, допустим, молекула, ну, какая там, ну, самая простая, ну, допустим, молекула аммиака. Ну, там четыре этих самых колебания, там где-то в районе десяти, там немножко, но там есть разница, есть валентные колебания. Понимаете, когда особенно есть разница, большая разница. Валентные колебания и, допустим, вот эти вот изгибные колебания, там, или там вот эти вот, как они называются, выворачивая ее наизнамку по аммиакам. Вы знаете, это вот колебание, вот это вот, когда все водороды переходят в эту сторону. Вот это и есть то самое колебание, на котором мы построили первый мазер. Вы знаете, да? Первый мазер, то есть это лазер, но только на, не на оптических, а на микроволновых частотах, ну, даже на, в общем, в таком, в инфракрасном диапазоне, он был построен на вот этих вот колебаниях. Ну, вот когда есть существенная разница в колебаниях, тогда можно, вы можете замечать, вот здесь какие-то полоски. Если же у вас 10 более или менее примерно одинаковых колебаний, все, считайте, что вы будете получать сплошную линию. Понятно, да? Дальше, что нам нужно теперь сделать? Нам, естественно, надо получить формулы для предельные случаи. Первое. Значит, первое. H омега, характерная H омега, много больше, чем КТ, ой, наоборот, полностью наоборот, я высокая температура. КТ больше или порядка H омега, то есть, грубо говоря, главное больше, там, в 2, а это уже много, понимаете, да? КТ больше, чем H омега. И самое главное, но самое главное еще, что ER, вот эта энергия реорганизации, существенно больше, чем КТ. То есть, энергия реорганизации очень большая. Ну, вот так, как я нарисовал, она очень большая. Там, энергия реорганизации. Так вот, в этом случае мы получаем замечательную формулу для И. И равняется. Вот такая вот, я прямо пишу то, что стоит, вот два пенаж, вот это вот. Вот это И равняется. Корень из пенаж. Нет, неправильно. Это я, это так, два пенажа. Значит. Единица на корень из пи. На два корня из пи. Дальше. Единица на корень из Е, Р. КТ на Е в степени, на знаменитую вот эту вот экспоненту. Е, Р, минус, как мы, М, теперь уже Дельта. Минус Дельта в квадрате на 4 Е, Р, КТ. Вот эта формула, ну, вот, по крайней мере, вот этот ножитель, это вот как раз вот в той кривой, которая нарисовала, вот такая асимметричная кривая. В действительности, это вот эта вот область, вот эта область вблизи максимума, она вообще, как правило, симметрична. Это, вот эта гауссовая функция, эта функция, вы должны знать, мы потом на следующей лекции поймем, почему. И эта функция, эта функция Маркуса. Дело в том, что, такая интересная история, что вот эти формулы, которые были написаны для оптических переходов, вот, начиная с Пекера, там, Хуана, Рис, а потом этим занимались такие большие люди, как Лек, Стоя, Зава, ну, такие Куба, люди, которые очень знаменитые люди, ну, вы знаете, что Куба, Нобелевский лауреат, за работу по физике твердого тела, вот. Но они прошли мимо тех людей, физико-химиков, которые занимались переносом электрона. Вот электрон перескакивает из одного состояния в другое, допустим, с одной молекулы в другую. И происходит переход в полярной среде. То есть изменяется в действительности, сдвигаются диполи в воде, например, какой-нибудь полярной жидкости. Сдвигаются диполи, которые вот при электроне, они при электрон здесь, они были вот так вот сосредоточены, потом он перескакивает, они по-другому, вот, теперь же вот сюда должны сосредоточиться. То есть меняется в действительности, это абсолютно аналогично тому, что меняется положение равновесия колебаний соответствующих, вот в непрерывном спектре. И вот, вот эту формулу чисто классически, без аши, без ничего, естественно, вывел Маркус в 56-м году, хотя в действительности, это просто предельный случай при высоких температурах формулы Пекара Хуанриса. Дальше. Потом эту формулу, стали этот процесс переноса электрона, теоретически сделали квантовый просчет, это вот наши известные физики, вот это вот, значит, Вениамин Григорьевич Левич, Даганадзе и Кузнецов, Господи, Саша Кузнецов, ну, я просто это, мы учились с ним по одной-друге. Вот они занимались этим делом и вывели формулу, формулы абсолютно, без всяких ссылок, я просто это видел, они даже не знали, что это все уже написано. Они вывели лет через 10, после того, как это больше, чем через 10, лет через 15, после того, как эти формулы были написаны, Пекар Хуанрисом, они вывели их для переноса электрона. В действительности, что такое перенос электрона? Это переход электрона из одного состояния в другое, с изменением колебаний около себя. Все, как только мы сформулируем это так, то для квантового процесса абсолютно не важно. Свет не возбуждает, но наблюдаем электронный переход. Значит, формулы должны быть теми же самыми. Понимаете? И вот мы сейчас, у меня еще есть 10 минут, я теперь напишу другой предельный случай. Это предельный случай низких температур. Ясно, что при низких температурах вам очень трудно вынимать из колебательной системы энергию. Ну, потому что некуда вынимать. Ну, представьте себе, при нуле температуры система находится на самом нижнем колебательном уровне, и делать не меньше физически нельзя. Правильно? Поэтому, естественно, что она будет очень асимметрична при низких температуре. Я ее сейчас напишу. Сейчас. Так сказал. А где она? Сейчас я не знаю. Грусина. Навизу себя, конечно, не помню. Сейчас, извините. Извините. Сверзошел. Это как называется в компьютере? Сбой, да? Ну, это неважно совершенно. А сбой разделены на порядка 15 различных дебедований. Да, да. По какому причине они будут произведены? Так, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас я ее найду. А если не найду, то я ее вам в следующий раз расскажу. Это неважно. При низких температурах будет она очень асимметрична. Я ее в следующий раз напишу. Я просто теперь хочу, поскольку у нас есть еще минута, там, я не понимаю, минут 8. Я вам хочу теперь посмотреть, чтобы вы видели, что у вас происходит. Представьте себе теперь, вот именно мы рассмотрим, вот это процесс электронного переноса. Электронного оптического возбуждения. Мы написали в действительности. Теперь представьте себе, что вот у вас имеется электрон вот здесь вот. это значит, что его состояние было какое-то кси-е, и это начальное, вот r, соответствующими произведениями всех фанонов, соответствующими там, хи, вот кси, соответствующие с, так? С, м, так? Теперь электрон переместился. Переместился вот сюда. В этой же среде. Правильно? Его конечное состояние пси-е-эфт, вот r, а тут это уже, это было и-т, а здесь с хи-е-фт, м-е, вот кси-э-с-м-е. Ясно совершенно, что при изменении электронного состояния у вас будет в колебательных состояниях изменяться положение равновесия. Правильно? Значит, есть и есть какой-то, ну, допустим, вы смотрите, если есть какой-то матрищный элемент перехода, если нету матрищного элемента, если нету взаимодействия, благодаря которому происходит переход, так, как говорится, и говорить нечего, тогда перехода нет. Вот. Но если есть какое-то взаимодействие, то вот тут вот у вас будет стоять оператор вот этого электронного перехода, а дальше будет стоять абсолютно та же самая функция. Правильно? Та же самая функция будет стоять. То есть, действительно, если есть какое-то я рисую, вот если я рисую вот электронный переход, вот представьте, как правильно, это вот такая вот вещь. Это туннельный переход. Мы завтра, то есть в следующей лекции, так, в следующей лекции, значит, у нас в субботу будет видео на фестерии, да? Значит, мы встретимся уже через две недели, да? Ну, ладно. Я, конечно, буду скучать, но ничего. Вот это, так, вот это вот уровень электрона здесь. Вот это, допустим, уровень электрона здесь. Это электронные ямы. Это ямы электронного потенциала, понимаете меня, да? Электрон переместился, ну, перескочил, допустим, из одного места в кристалле в другое. Понимаете? это электронные координаты R. А ядерные термы, ядерные, а терм, если мы будем рисовать терм, то терм это будет какой? Вот у нас начальный терм, это зависимость вот этой вот энергии электрона, вот зависит от координаты ядер, правильно? Вот это первый электронный терм, а второй терм будет в действительности зависеть от того, как сместилось положение равновесия всех колебаний. Вот второй будет терм. я могу его нарисовать так, вот эта вот энергия, вот эта вот разница вот этих энергий. Я так нарисую, понимаете, да? То есть термоядерный смещается на дельта S. Расстояние, на которое переместился электрон, не имеет никакого отношения, понимаете? Она не имеет никакого отношения к изменению ядерных координат. Вот это вот, это вещь простая, но как-то я по своему опыту вижу, что иногда товарищи студенты это путают. Понимаете, да? То есть, грубо говоря, неважно, насколько переместился электрон, он находится в одной и той же среде, и поэтому колебания сместились немного. Сместились обязательно, но по той простой причине, что просто изменилась электронная умная функция. Вот именно вот с такой вот системой мы на следующий раз будем работать. Все? Так. Теперь, Александр Константинович сейчас придет или нет? Конечно. Это всегда надо уметь делать.